Моя проповедь означает «приготовься». Когда Бог, Он наделяет человека силой, Он говорит «подготовься, приготовься». Скажи, когда Бог дает силу, Он говорит «приготовься». Не «наслаждайся в силе», а «приготовься». Потому что некоторые думают, что они приняли силу и все. Когда ты принимаешь силу, тебе надо подготовиться к чему-то, подвязаться для подвига. Вы знаете, мы, когда в советское время учились, я не знаю, вы учились в советское время, вы уже не в советское некоторое время учились. В советское время у нас были такие примеры людей, которые совершали подвиги во время Великой Отечественной войны, во время пятилеток и еще каких-то. То есть у них были определенные действия. И вы знаете, самое интересное, эти люди были для нас примером для того, чтобы подражать им. Когда пришло такое послабление и освобождение от этого иго рабства, коммунизма, и вы знаете, когда пришло христианство, пришел и нечистый дух. Нечистый дух лени, который говорит, ничего не делай, у тебя все уже есть, наслаждайся. И вы знаете, верующие, они мечтать начинают о богатстве, о разных вещах, и начинают думать о том, чтобы у них пришло много возможностей, и при этом ничего не делать. Скажи подвиг. Не забывай, у тебя должен быть подвиг. Библия говорит о Исаии, 53 глава, 11 стих. Можете вывести на экран. 53 глава, 11 стих. По-моему, 11. Исаия, 53 глава. 12-й. На подвиг души, на подвиг души своей, он будет, что ты меня сбил, он будет смотреть с довольством. Смотрите, есть подвиг, который совершил Иисус. И он принял эту силу для подвига. Вы знаете, сила не дается для того, чтобы ты ее никуда не девал. Она дается для определенных целей. Вы знаете, я понимаю, что когда тебе платят зарплату на работе, от тебя требуют что? Качество, количество или еще. Вообще, выполнение той работы, которую ты... Задача, правда? От тебя требуют. И ты, когда приходишь, финансы, это твои затраченные усилия, это сила, твоя работа. И ты вот этими билетами приходишь, расплачиваешься в магазин, и когда тебе продают невкусный продукт, или же он испорченный, что ты делаешь? Нет, ты приходишь к этой женщине, которая тебе продала, и требуешь обратно силу, ту, которую ты потратил. Вы знаете, некоторые христиане становятся обессиленными только потому, что Бог, Он забирает у них некоторые вещи, на которые они должны были надеяться. не воинством, не силой человеческой, но Духом Моим. Дух Святой есть уже сила. И когда Он дает тебе Духа Святого, Он что-то будет требовать от тебя. Он не требует твоих усилий, Он требует того, что Он вложил в тебя, вложил в каждого из нас. Вы знаете, Он не требует твоих подвигов, Он не требует твоих знаний, не твоих умений. Он требует своего. И Он будет требовать от тебя той силы. Как-то Моисей встретился с Богом, и когда он встретился, он говорит, пошли другого. Знаете, возгорелся гнев Божий. Он требовал от него того, что он вложил в него. Он дал ему жизнь, Он дал ему жизнь с фараона. И Он требует от него того, что он вложил в него. Вы знаете, мы то капиталовложение Божие, которое Он ожидает от нас, что Он пожнет в свое время. И если Бог не будет жать, то кто-то другой жнет из нас. Вы знаете это? Если не Бог жнет, то дьявол жнет в нашей жизни. Вы знаете, почему грех восстает в нашей жизни? Как правило, грех, он не касается людей, которые ничего не должны делать. Когда ты ничего не делаешь, грех, он всегда касается тех людей, которые стремятся что-то менять в своей жизни, изменяться. И вы знаете, Тимофей, он получает откровение, и он говорит, Павел Тимофею говорит, подвизайся добрым подвигом веры. Есть та святая вера, которой ты должен укрепиться в ней, утвердиться в ней и двигаться в ней. Вы знаете, и это должен быть твой подвиг. Он будет говорить о тебе, но это не ты, это вера, которая творится в тебе, потому что веру, которую он дал, это вера Божья. Он вкладывает в тебя, и он ожидает, чтобы ты двигался так. Что он вложил сегодня в каждого из вас? Спасение. Он вложил исцеление. Он вложил своего духа, и он говорит, слушай, иди теперь по всему миру и свидетельствуй всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Но он говорит, не отлучайся от Иерусалима, потому что я не хочу, чтобы ты делал это своей силой. Я хочу требовать от тебя, и я буду требовать от тебя, но только свое. Не воинством, не силой, и аиле, но духом моим. Мы часто думаем, мы часто выдумываем какие-то программы, но послушайте внимательно. Когда апостолы говорили об Иисусе Христе, там не было программ. Им надо просто было проповедовать в духе. Послушай внимательно. Проповедовать в духе. Не свое откровение, не свое знание, а проповедовать в духе. Это не нравилось фарисеям, это не нравилось другим. Их побивали камнями за это. Но послушайте, какое это было действие. Люди, которые слышали их, они веровали. Жизни изменялись. Евангелие достигло края земли за 150 лет. Это только от желания людей. Сейчас верующего человека тяжело поднять, потому что лжея религия, она говорит о том, что если ты не научен, если ты не знаешь, послушай, Бог не знание от тебя требует, Бог не умения твои требует от тебя, не ораторские способности твои требует от тебя, Он требует от тебя своего духа. Почему некоторые сегодня находятся в такой депрессии, в проблеме? Потому что они не хотят совершать подвига. Вы помните, был Голиаф, я проповедовал недавно. Давид имел духа святого. Он был исполнен духа святого. Но и Саул был исполнен духа святого. Дух святой отошел от него. Он отошел от него, и дух нечистый, он что? И он не мог сражаться с Голиафом, потому что у него не было сил бороться с ним. У Давида была сила, но это не его сила была. Как и у Соломона и Самсона, эта сила была Божья. Знания и мудрость не их были. Это Божье было. И Бог не требует и не будет требовать от тебя твоего, но Он вложил в тебя нечто ценное. И вы знаете, Библия говорит, поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Как бороться со грехом? Смотри внимательно. Когда ты не хочешь исполнять подвиг, который Бог тебя предназначил, грех приходит. Сила тебе дана не для сражения с грехом, а для того подвига. Подвиг это уже есть сражение со грехом. Вы знаете, как Иисус победил грех? На кресте. Скажите, на кресте. Он победил мой грех, и это желание было Божье для того, чтобы он пошел на крест. Смотрите, если желание Божье, чтобы сын пошел на крест, и Библия говорит, он был наделен полномочиями, он наделен был силой, и Библия говорит, он духом святым был вознесен на крест. Не своей силой. На крест он вознесен, он был духом святым. Он пошел по духу. Когда ты исполняешь волю Божью, тогда ты сатане говоришь, дьявол, отойди от меня. Я не буду делать, потому что это человеческое. Тогда ты борешься со грехом, но когда ты на пути, пожалей себя, подумай о себе. Ты устал, посиди дома, отдохни, ничего не делай. Послушай внимательно, я не своею силою здесь стою. Если бы я что-то делал своей силою, я бы это закончил в самом корне, в самом начале. Я не учился в библейском институте. Я не приходил курсов по библейскому образованию. Вы можете сразу встать и уйти. Потому что вы не узнаете здесь знания, но я имею силу от Бога. Больше того, самое интересное, ученики тоже не имели этого. Если ты думаешь, что Бог требует от тебя твоих знаний, знания, они хороши, когда их хорошо применяешь, они правильны, когда их правильно применяешь. Но послушай внимательно, когда ты имеешь дух, а это гораздо больше. К Иисусу не по знаниям женщина подошла и коснулась края одежды, а потому что от Него исходила сила. Он шел для исполнения воли Божьей. У тебя есть сегодня сила, чтобы отдавать ее другим. Почему сегодня наркоманы у нас освобождаются? Освобождаются те, которые нуждаются в свободе. Исцеляются люди. Знаешь почему? Потому что мы идем к цели. У нас есть цель, ради которой мы живем, но это не наша сила и не наши усилия. Это наш подвиг. Это мы приняли решение так следовать, но мы боремся со своей плотью каждый день, чтобы это исполнять. Правда? Скажи аминь. Если вам хочется всегда исполнять и молиться, исполняться Духом Святым, то я не поверю вам. Не хочется мне. Мне бывает не хочется многих вещей, но я беру свою плоть и говорю, так, заткнись, молчи. Мы идем, потому что мы имеем силу. Я принял силу от Святого. Поэтому в 8 главе написано, ждите обещанного. Когда сойдет на вас сила, тогда я буду требовать по силе вашей. Каждому дана сила. А теперь поднимите руку, кому дана сила, а кому не дана силы. Воздержавшиеся просто есть. Знаешь почему? Потому что ты не уверен в своем призвании. Когда ты начнешь пользоваться силой Божьей внутри тебя, ты начнешь двигаться в этой силе. Смотрите, давайте второе послание Тимофею 4 глава. Откроем. Седьмой стих. Мне нравится этот седьмой стих. Павел говорит о себе уже. Тимофею, он говорит, слушай, теперь я хочу, чтобы ты жил для подвига. Ты должен быть в подвиге Божьем. Бог избрал тебя для подвигов. Не своих, Божьих. Чтобы о тебе слагали истории. О тебе говорили, как о Павле, о Тимофее, о Петре, и Ане, и Акове. Вы понимаете меня? А вас тоже будут говорить, когда вы будете делать подвиги. О Давиде говорили, как о подвиге, когда он убил Голиафа. Правда? О Иосифе, который видел Бога, и он умел разгадывать сны. И по счастливой случайности он разгадал сон фараона. Это подвиг. Послушайте, он делал то, что ему дал Дух Святой. Дарованное Духом Святым. Он этим пользовался. Сегодня мы имеем дар Духа Святого. Я могу играть, я могу петь, я могу служить Богу, но я говорю, да ну, пошли другого кого-то, а я не хочу. Я как Моисей, который стоит возле горящего куста, видит Бога, общается с Богом, но сторониться, исполнение воли, потому что это надо положить себя, положить всю свою жизнь. Это подвиг. Это наброситься надо над зод. И никогда тебя бросают. Знаете, кто это бросился над зод? Скажите. Матросов, да. Оказывается, по историческим данным, его просто туда бросили. Ну, может, спотыкнулся, но некоторые говорят, что его просто туда бросили. Он закрыл собой, его им закрыли просто. Вы знаете, это один из методов, когда тебя бросают над зод. но Бог, он не делает так. Он дает тебе силу. И он говорит, слушай, ты не умрешь, ты будешь жить, а они тебя не убьют. Библия говорит, Моисей, он когда умирал, зрение его не притупилось. Силы у него были, как у молодого. Он мог на гору подняться, спуститься. Он вообще сильный был человек. Откуда это у него? Он просто ответил на призыв Божий. Он общался с Богом 40 дней, не кушал, не ел, не пил. Откуда у него это? Скажи, подвиг. Смотри, если я живу ради подвига Божьего, я буду получать его дивиденды, его благословения. Потому что, а у него есть те благословения, которые он приготовил для меня в его подвигах. Давид, он просто убил Голиафа. Знаете, сколько он страдал за свой подвиг? От Саула. Он пострадал очень много. Он бегать начал от Саула только из-за того, что он начал совершать подвиги. Когда ты будешь совершать что-то в своей жизни, дьявол, он будет воевать с тобой. И Библия говорит о том, что Давид, не Давид, а когда Иисус вышел на тот путь подвига, помните, он пошел для искушения от дьявола. Первое то, что? Дьявол начал искушать его. Он был не своей силой поведен в пустыню. Сражался он не своими силами. Правда? Кто из вас знает это? Кто понимает? Что когда ты сражаешься своими силами, то это ты победитель. Но когда ты сражаешься с силой Божьей, то это он победитель. Я просто подвиг совершаю. И на подвиг души своей буду смотреть с удовольствием. Я просто принял решение, но сила, которая во мне это делает, которая творит, это Бог. Некоторые мамы, которые молятся за своих детей, они совершают подвиг. Но есть и их сила, а есть сила Божья. Мария принимает от Бога откровение. И это подвиг. Правда? Скажи подвиг. Давайте дочитаем это место. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил. Что такое течение? Как в новом переводе? Можете прочитать мне новый перевод? У кого, кто читает сейчас новый перевод? Я прочту. Хорошо, ладно. Сейчас быстренько найду. Не следишь за мной. Не успеваешь. Столько мыслей. Я извини. Неправильный тоже перевод. Столько вы переводов. Вы все неправильные. Современный перевод простой. Можешь прочитать? У вас столько Библии, и вы читаете неправильные переводы. Я доблестно боролся. Нет. А, хорошо. Кто прочитал состязание? Состязание. Смотрите. Я доблестно боролся. Здесь о подвиге. Я боролся и не отступал. Я доблестно боролся. Смотрите. Есть люди, которые отступают от своего слова в начале, от действий в начале. Он говорит о подвиге, что ты должен не отступиться от него. И самое главное у дьявола. Дьявол знал, что он не сможет победить Иисуса Христа в сражении. В прямом сражении. Знаете, что дьявол хотел? Чтобы он отступился. Он просто отошел от сражения. Вы знаете, дьявол не может вас победить. Он просто желает, чтобы вы отступили. Когда вы что-то хотите, и когда вам Бог вложил что-то и дал, то вы достигнете всегда цели. Да, будет сложно. Да, будет тяжело. Но вы достигнете. Он не может воспрепятствовать вам, и Он не может бороться с вами. Постоянно. Он всегда будет проигрышем. Поэтому Иисус учил учеников, послушайте, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Вы выиграли, вы уже победили. Вы победители. Вы имеете... Но, вы знаете, людям свойственно, когда ты бежишь дистанцию сдаваться, кто бежал из вас 7 километров? Вы помните, когда вы на втором километре, у вас начинает болеть бок? Бог, дыхание у вас перебивается, и вы думаете, я брошу это, зачем это затея? Кому оно нужно? У вас было такое? Но когда вы бежите дальше, у вас появляется сила. У вас вложена сила добежать до этого. У некоторых, говорится, это второе дыхание. Но Бог вкладывает свою силу в нас для того, чтобы мы достигли результата, и этот результат его. Подвиг. Смотрите. Люди бегут ради определенной цели. У них есть определенная в конце финиша там награда. Мы же получаем великую награду. Посмотрите на награду Моисея. Посмотрите на награду Петра. Посмотрите на награду Иоанна. Посмотрите на всех, кто прошел через этот путь. И Павел говорит о себе. Я пробежал эту дистанцию. И он говорит, интересно, я доблестно боролся. Как это себе можно так сказать? Я сражался до конца. Я сражался, даже когда мне было тяжело. Когда все говорили, да брось, Павел. Иисусу так говорили, помните? Да, оно тебе нужно. Пожалей себя. Смотрите. Ты не борешься за свою жизнь. Потому что твоя жизнь, это твоя жизнь. Ты борешься за дело, которое Бог тебе предназначил. Но если ты перестал бороться за дело, которое предназначил сила. Я уже сказал, что Бог будет требовать от тебя эту силу обратно. Поэтому люди некоторые чувствуют обессиленность. Потому что они не исполняют Его волю. Вы меня не понимаете. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я столкнулся с тем, чтобы... Когда люди ищут исполнение воли Божьей, но они не хотят бороться, они сдают назад, у них уходит сила Божья. И они чувствуют пустоту в своей жизни, хотя вроде бы они спасены, вроде они с Богом. Пустота. В нашей жизни бывают пустота. Восьмой стих. Закончил состязание, сохранил веру. Седьмой стих. Закончил состязание. С кем он состязался? Скажи, я состязаюсь с собой. В первую очередь, я воюю с собой. Павел всегда у него просыпался. Да зачем мне тот Каринф? Зачем мне те Ефесяне? Зачем мне те Галаты? Да, оно нужно мне. И он вставал и говорил, я борюсь за них. Я буду молиться о них. Я буду поститься о них. Я буду служить им. Я буду исполнять волю, которой Бог призвал меня. И когда он говорил это, когда он исполнял эту волю, ему было сложно, во-первых, но он преодолевал это силой Божьей, возлюбившего. Я не своею силой это делаю. У тебя есть сила, которой ты можешь... Вы знаете, у нас есть генератор, но этот генератор работает только в одном направлении исполнения воли Божьей. Он не работает в исполнении воли плоти. Он не работает в других волях. Желания. Этот генератор радости мира, праведности. Это генератор благословения Царства Божьего. Генератор всего финансов. Звучит интересно, да? Но он только работает в одном направлении исполнения воли Божьей. Когда у тебя есть на этом приоритет, все остальное, оно прилагается, оно приходит. Поэтому, послушай внимательно, если ты устал, противостань плоти своей, скажи, убирайся прочь. Дьявол, убирайся прочь. Потому что плоть, она воюет с тобой. Некоторые сегодня не понимают этого. Но вам надо преодолеть самих себя. Вам надо сохранить ту веру. Бог избрал тебя не для того, чтобы ты думал о себе незначительно. Чтобы ты был слабым. Чтобы ты поспас овец там в доме отца. Вы знаете, самое интересное, сам отец его говорит, Давида, отец, он говорит, иди посмотри, как там наши братья воюют. Как там твои братья, потому что их месяц уже нет. Почему это так? Иди посмотри, что там на сражении у них происходит. И вы знаете, есть всегда тот, который подталкивает тебя к этому, подталкивает для того, и ты можешь посмотреть, и уйти обратно, спрятаться за обоз, и идти как к дому отца. И вы знаете, подвига не будет. Подвиг совершается тогда, когда ты идешь против. Ты можешь испытать потом радость, ты потом испытываешь, но вначале ты испытываешь разные ощущения. Ты много испытываешь ощущений. Тяжести, обременения, обид, горечи, еще чего-то. Знаете, у Давида было это. У каждого из нас есть что-то, что мы испытываем. Кто с вами воюет? Но в первую очередь вы должны победить свою плоть. Она начинает воевать с вами. И вы знаете, самое интересное, то что восстает самое родное, самое близкое. Оно же ближе всего. Плоть моя. Она воюет со мной. И она говорит, пожалеет. И как только он сказал Петру, ты будешь камнем, на котором я построю церковь. Знаете, что он сказал? Пожали себя. Самое близкое восстает против тебя. Если ты победил свою плоть, то у тебя будет еще одна плоть, которую тебя надо будет побеждать. Жена. Дети. Близкие. Да, да. Это серьезно. Я вам честно говорю. Вам надо. Потому что они думают, что когда ты исполняешь волю Божию, ты ничего не приобретаешь. Но послушайте, это твоя жизнь, это твоя сущность. Ты без этого уже не можешь. Твоя сущность исполнять волю Божию, исполняться Духом Святым и быть в присутствии Божьем. Понимаешь меня? Твоя сущность совсем другая. И Павел говорит, я уже иной человек. Когда он встретился с Иисусом Христом, он стал другим человеком. Я уже иной. Мне надо много пострадать. И знаете, он готов на эти был страдания. Почему? Потому что у него есть сила. Он не своей силой страдал. «Послушайте, я не свои финансы плачу. У меня есть дивиденды на небе. Я с неба беру». Звучит не очень. Когда я говорю о том простых вещах. Вы знаете, люди тренируются в зале. И тренер в зале подходит к одному хлюпику и говорит, «Да не надо, вот этот вес бери маленький, занимайся им постоянно». Смотрит, он уже месяц занимается, два месяца занимается. И он смотрит на него, так, хай, занимается и все. Он плюнул на него. Но у него есть сын. И что он говорит? «Слушай, ты не должен быть похож на этого хлюпика». Он говорит ему, «Ты должен постепенно наращивать нагрузку. Если ты хочешь наращивать нагрузку, у тебя появятся мышцы. Ты станешь сильнее». Этот хлюпик, он ходит ради интереса. Некоторые в церкви так ходят, ради удовольствия. Посидеть, посмотреть, послушать. Но мы же не такие, мы не хлюпики. Сыну он говорит, «Знаете что? Бери больше». Бери гораздо больше. Ты намного сильнее, и у тебя получится. Знаешь почему? Потому что отец знает своего сына. Хлюпик не его сын. И вы знаете, чем я узнаю детей Божьих? Дети Божьи, они всегда готовы идти куда-то, исполнять волю Божью, двигаться вперед. хлюпик, он уже сдался. Ему вот это, ручку поднять, ножку почесать, и уже хорошо. Скажи, я избран для больших подвигов. Я избран для подвига. Вы понимаете, о чем я говорю? Сохранить. Смотрите, Господь благословляет. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. И он говорит, те бегут ради получения определенных наград, но эти награды земные. Слушай, если ты будешь трудиться здесь на работе, ты получишь награды земные. Ты будешь претерпевать, и некоторые добиваются успеха. Мы знаем, что мирские люди много добиваются успеха. Но у тебя вложена сила Божья, и ты не успешен? Я не верю. Скажи, Бог меня родил для успеха. Вы понимаете, что он вкладывает в Тимофея? Он говорит, слушай, подвяжись. Первое послание Тимофея, шестая глава, он говорит, подвяжись добрым подвигом. А теперь он говорит, смотри на мой подвиг, двигайся в моем подвиге, и теперь готовится мне венец. А мне готовится венец. Который даст мне Господь праведный. Судья в день тот, и не только мне, но всем. Скажи, всем. Венец всем. Послушай, не возлюбившим. Тут имеются те, которые подвиг совершают. Возлюбившим он добавил. Явление его. Потому что возлюбивший, это тот, который что-то делал для того, чтобы он явился. Потому что он не явится, пока не будет проповедана Евангелие всей твари. Если ты любишь Бога и желаешь его явления, ты не лежишь на печи и не ешь калачи, а тренируешься для того, чтобы достигать результата. О, это не значит, что у тебя не будет силы. Он дал тебе уже силу, он вложил в тебя силу. В тебе есть заложен генератор силы Божьей во мне и тебе, чтобы свидетельствовать людям, чтобы открывать Царство Божие. Что я сегодня делаю? Я сегодня тебя просто стимулирую не лениться, не думать о себе, не о себе заботиться. Потому что те, которые о себе начали заботиться, хлюпики, я сын. Правда? Скажи, я сын. О сыне он говорит, о, у него сила. Бог помазал его силой более всех. Бог дал ему силу. Правда? Он и для хлюпикова. Скажи, я сильный. Поэтому Павел, он прошел больше всего те, которые думали, что они сыновья, они остались и ничего не получили. А он говорит, а я буду достигать результата. Вы понимаете, когда мы достигаем результата, Бог благословляет нас. Исайя. 53 глава, 11 стих. Исайя, 53 глава, 11 стих. И на подвиг души. Откройте, пожалуйста. 53 Исайя, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть. Маша, что ты там делаешь? Вы поменялись неправильными местами. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его, другими словами, через то, что он сделал, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. на подвиг души своей. Ты, может, не увидишь результата сейчас и сегодня. Но если ты совершаешь, то дело, для которого Бог призвал тебя, ты увидишь обязательно этот результат. И радость твоя, она не замедлит. Бог придет в твою жизнь и наполнит тебя. Если ты сегодня не встанешь и не начнешь делать ничего, в твоей жизни будет все время проблемы, депрессии, сдавливать тебя. Ты вроде и в церковь ходишь, но Бог тебя помазал не ходить в церковь, а чтобы ты совершал подвиг. И каждый твой подвиг это победа над грехом, победа над самим собой, победа над твоими недостатками. О, и это я не своей силой делаю. Он грехи мои понес. Это его сила во мне. Вы понимаете меня? Когда ты своими усилиями, я креплюсь. Хватит крепиться. Исполняй подвиг, для которого ты... Это не крепление в Боге, это подвиг в Боге. Для некоторых подвиг сегодня начать читать Слово Божие. Для некоторых молиться. Для некоторых оставить грех. Но начни совершать подвиги за подвигом, и у тебя вес начнет подниматься. Перестань быть хлюпиком в своей жизни. Ты победитель. И ты придешь в состояние, когда ты будешь побеждать и других. Библия говорит, ты пришел для этой, для того, чтобы завоевывать души, побеждать души. Не только себя. Когда ты себя победил, то ты и других сможешь. Если ты себя не можешь победить, как другие могут победить, побежденные быть тобой? Иисус поэтом пошел в пустыню. Победить свою плоть. Выйти в служение. Если у тебя есть грех, тебе надо победить себя. Победить свои недостатки. Победить то, что мешает сегодня. Бог избрал тебя для победы. Вы слышите меня? Это просто. Это простое откровение. Но Бог дал тебе силу, и Он будет спрашивать по силе, которую Он тебе дал. Я тебе дал силу. Не говори, что я тебе не дал. Ты сын мой, и я просил тебя. Я прошу тебя побеждать. Совершать подвиг. Вы знаете, некоторым надо покаяние. Почему? Потому что они стали жить для себя. эгоизм. Эго это когда ты перестал совершать его силы. Ты сможешь хорошо жить. У тебя будет хорошая жизнь. Иди живи. Но Бог тренирует своих детей. Он избирает своих детей для своей работы, для своего служения. Чтобы они потом получили венец славы. Все, кто исполняет его волю. Все, кто любит его пришествие. Все, кто любит Бога. Аминь. Давайте встанем все. Мы не своей силой это делаем. Мы не своими усилиями это делаем. Все преодолеваем силою возлюбившего нас. Все преодолеваем силою. И когда Иисус сказал ученикам, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете. Он сказал, я не посылаю вас со своими силами. Хотя они знали Иисуса, правда? Они видели, они могли уже свидетельствовать. И будете мне свидетелями свидетелями с моей силой. Вот есть сила Божья, с которой я хочу быть свидетелем. Я хочу, чтобы свидетельство было в силе. Понимаешь меня? Я возгордился. Мне надо прощение. Мне надо победить боль. Победить ту проблему. Что нужно сделать? Покаяться. Бог забирает силу. Да, честно. Некоторые потеряли силу Божью. И знаете, что они хотят? Вернуть хотя бы немножко того, что было в деле, которое они делали раньше. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Я знаю это. Потому что, когда ты не двигаешься от силы в силу, она уходит. Если ты перестаешь двигаться от веры в веру, вера уходит. Если ты зациклен на себе, все это уходит. перестань жить для себя. Понимаешь меня? Иисус, Он показал пример нам двигаться в воле Божьей. Не для себя жить. Не для себя мы живем. Но для Иисуса Христа. Ой, я живу для Иисуса Христа. Ничего мне не надо делать. Он говорит, я дал тебе силу. Я хочу, чтобы ты исполнил мою волю. Аминь. Я задам вопрос. Здесь есть люди, которым надо покаяние, и вам нужно срочно это сделать. Вы чувствуете, что сила уходит. И сила жизни ушла. Вы начинаете смотреть на другие вещи, которые вам давали раньше силы. Я вам хочу сказать, они убьют от вас. Потому что плоть, она умрет. А мы жить будем вечно. Исполняющие воли его. Дети Божьи. На суд не приходят, но перешел от смерти в жизнь. Если тебе нужно, тебе надо первое, что сказать, Господи, прости меня. Прости меня, я грешник. Я осознаю, что я оступился. Я неправильно пошел. Я не одному человеку проповедую здесь. Послушайте, я не хочу, чтобы ты думал, что я только тебе проповедую или кому-то здесь. Я знаю, почему, потому что есть люди, которые пытаются увильнуть исполнение воли Божьей. Я сам не выйдет. Не выйдет. Не выйдет, если он избрал тебя, скажи, не выйдет. Я сын. Тебе надо покаять. Подними свою руку и отбегайся вместе с тобой. Алло, что-то вас много. Выходи. Выходи. Если ты нуждаешься в Исусе не сделай спасительный Дух. Если ты нуждаешься с с целью Значит, правильно откровение проповедует, да? Давайте стремимся. Господь Иисус, я прихожу к Тебе, я прошу Тебя, прости меня. За всякий грех, за всякое мое желание, Господь, я прошу Тебя, очисти меня и оморь меня от всякого жилья. Я верю, Иисус, что Ты умер за меня на крестах. И я прошу Тебя, пускай Твоя сила, Твое воскресенье будут во мне. И я прошу Тебя, измени мое желание. Господь, я буду совершать Тебя подвиг, для которого Ты призваешься. Иисус, я верю в Тебя. Дай мне расти от веры в веру, от силы в силу. Пусть Твои перемены придут, пусть Твоя слава придет в мою жизнь. Во имя Иисуса Христа, Отец, пусть Твоя воля исполнится во мне. Пусть Твоя воля будет во мне. Я нуждаюсь в Тебе, а я благодарю Тебя, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Возьмите за руки, я просто за всех вас помолюсь. Возьмите. Господь, я молю Тебя, я прошу Тебя, за каждого, кто стоит. Господь, кто взялся за руки сейчас, я прошу Тебя. Ты избрал их, как детей своих, как сыновей, как дочери. Во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, благослови, чтобы исполнить Твою волю. Да будет Твоя воля, да будет воля Твоя, Господь. Да придет Твоя воля в их жизнь, Господь. Я прошу Тебя, Господь, да и Господь, снова и снова исполнится этой силой. Силой Твоей для исполнения Твоей воли. Во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, я славлю Тебя за Твое благословение, за Твою благодарность. Я славлю Тебя за милость Твоей, Великий Бог, Отец и Дух Святой. И все сказали Аминь, Аллилуйя. Я вас поздравляю, что нужно сделать. Подождите, подождите, я с чем поздравляю? Вас теперь нагрузят, вас теперь загрузят. Я вам хочу сказать, у вас будет сложность борьбы с собой. Но если вы скажете себе, нет, а Бог, да, вы будете в победу. Вам придет сила снова. Вы будете видеть силу Божию в своей жизни, исполнение силы. Как только вы будете искать своего, Вы чувствуете, сила Божия. Бог избрал вас для силы, для своей славы. И Он дает вам все. Кто еще не служит завтра в четверг, в Виталий, в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, вы можете покопаться в какой-то сейф. Понимаете меня? В 7.30. В 7.30. Да? В 7.30. И вы знаете, первое то, что вы будете встречать, противление плоти. Оно, оно тебе нужно. Пускай кто-то другой. Пускай пастырь идет. Пускай служитель. Я не пойду. Понимаете? Иисус, ты иди. Ты знаешь. Он говорит, я-то знаю. Я хочу, чтобы ты знал. Чтоб ты шла. Есть воля Божия в твою жизнь. Есть откровение Божия в твою жизнь. Не надо в этом откровении находиться. Не жалей себя. Перестань жалеть себя. Потому что жалей. Те, которые жалеют себя, они не достигают в суток. Они не добегают до финиша. У нас есть финиш. Там готовится гнезд. Для всех. Ни для одного полного. Для всех. Скажи, для всех. Я Павел. Я хочу, чтобы ты знал. Находим души с ним. Он будет смотреть здоровье. Я хочу смотреть здоровье. Учим. Я хочу. Потому что спасение моего дома за ними. Спасение моих. Завис. Завис к себе. Спасение окружающих. Завис. П Vadim. Аминь. Готовься, будь готовым Готовьтесь